Теперь, наверное, нужно рассказать, почему все так относятся к этой задачи, почему это вообще не какая-то абстракция, а влияет на дружелющих. Ну, во-первых, потому что многие практические задачи, они как раз из класса МП. То есть задача, которую нужно решить, стоит в том, что нужно найти вариант, как бы реализовать вот такие тренинги. Но одна из задач, с которой все из вас имеют дело, и не всегда довольны ее решением, это задача о составлении расписания. Есть какое-нибудь учебное заведение, там есть разные группы интересных. Значит, есть слушатели, есть преподаватели, и есть еще аудитория. Класс. И есть некоторые требования. Ну, самое очевидное требование... А, еще есть слоты по времени. Интервалы времени, в которые можно что-то проводить. Значит, и есть требования, во-первых, жесткие, в том, что в одной аудитории одновременно не может быть двух разных занятий. Да, или в одного преподавателя одновременно не может быть двух разных занятий. Есть менее жесткие, например, что там какие-то предметы нежелательно ставить одновременно, потому что кто-то хочет ходить туда и туда. Или, скажем, обязательные предметы ни для одного ученика не должны быть одновременно. И это такие жесткие предметы. Дальше есть пожелания. Да, чтобы не было длинных перерывов. Или, там, в такой-то комсу лучше пораньше заканчивались занятия, потому что там что-нибудь, уборка нужна. Или, там, по какой-то физике желательно проводить именно в классе, где есть какое-то оборудование. Но иногда можно и в другом. Ну, и, в общем, какое-то такое большое количество требований. Но после этого, если вот есть сетка расписания, то по сетке можно легко понять, выполнены все обязательные требования и насколько хорошо выполнены пожелания. На самом деле нет. Потому что пожелания бывают крайне странные. Вот, например, преподавательское пожелание, чтобы было поменьше дней работать. Вот как его сформулировать? Потому что как только вы одному преподавателю сделаете, что у него 10 часов каждый день, то он сразу после этого скажет, что, конечно, замечательно, но это еще хуже. То есть бывают ситуации, когда человек сам не знает, что он хочет. Нет, ну это понятно, да. Но эти сложности на другом этапе. Эти сложности на этапе установки задач. Да, да, да. Когда она уже поставлена и уже есть какое-то решение, то по этой сетке расписания можно понять, насколько там выполнены все обязательные требования и какие из пожелания. Ну и дальше можно найти вопрос. Например, можно ли выполнить прям все обязательные требования и все пожелания? Или можно ли выполнить там 8% пожелания? Или еще что-нибудь. Ну и, соответственно, это, в принципе, важная задача. И в некоторых вузах там есть целое дело, которое занимается составлением расписания. А если там приходят какие-нибудь новые малоквалифицированные люди, то очень плохие расписания получаются. Ну вот. Соответственно. Если бы была универсальная программа, в которую загрузили все требования, и она выбрала расписание, то было бы очень хорошо. Но, к сожалению, такой универсальный программ нет. Ровно потому, что перебурная программа будет очень долго работать. Да, там очень-очень много вариантов. Пока нам будет их перебирать, уже все. Четверть закончилась, да, семестр, тревестр, все закончилось. Да, и все уже прошло там, то, как на колядке составить. Поэтому программа должна быстро работать. Ну и тогда нам должно перебор быть. И если бы можно было запретить перебор, то тогда все было бы очень хорошо. Ну и можно приобрести кучу других задач, которые связаны там с управлением, там, с производством, с чем угодно. Нет, ну расписание бывает не только в УЗе, например. Не только в УЗе. Они будут самые разные. Можно там экономить древненные ресурсы, там, как-нибудь, маршрутизировать трафик в городах, там, еще что-нибудь. В общем, куча разных. Куча разных приложений, много разных задач, что решалось. Ну, на самом деле, в том числе, есть еще речь не только об экономии денег, ресурсов, но и о здоровье людей. Потому что часто бывает, что, ну, чтобы подобрать лекарства от какой-нибудь болезни, нужно перебрать очень много вариантов разных белков. Да, ну, вы, наверное, в курсе, да, что белки стоят из аминокислот. Да, это уже всем рассказывали. Ну и, соответственно, белки довольно длинные. В последствии, тут там, сотни или тысячи аминокислот, а аминокислот есть 20 вариантов. Да, поэтому, если вам требуется, скажем, даже 300-аминокислотный белок построить, то это 20 степени 300 вариантов, то есть какое-то умопопрощимое количество, которое никогда не превратимся. И может так быть, что среди этого количества есть какой-то один, который там излечит смертельный бомболизм. И при этом, если уже дан этот белок, то можно понять, излечит он для него излечит. И тогда, если вот этот огромный перебор можно было бы сокращать, то тогда был бы вот такой вот прогресс в медицине. Но дальше там можно фантазировать какие-то новые техники, даже еще чего-нибудь. В общем, если вдруг П равна МП, то тогда много задач будут решаться, и это возымеет, может, по крайней мере, возыметь революционные перемены, может привести к их революционным переменам в обществе. Но, к сожалению, эти перемены будут как хорошие, так и плохие. Потому что разные злодеи тоже свои задачи смогут решать гораздо более эффективно. И так далее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!